С 19 по 22 июля региональная общественная организация ДОСААФ и ветераны десантных войск спецназа Башкортостана провели автопробег по территории республики, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 86-й годовщине создания ВДВ Российской Федерации, 90-летию образования ДОСААФ России и памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Автопробег – это уникальное событие, которое в этом году объединило сразу несколько знаменательных дат, памятных дат и героических дат. Все эти события и даты говорят о том, что в нашей стране есть героические люди, есть герои, которых мы должны помнить всегда. Автопробег «Салют Победы» проходил в четыре этапа, конечным из которых стал юг Башкортостана, город Кумертал. Основной целью мероприятия является военно-патриотическое воспитание молодежи и всех жителей нашей республики. После встречи участников автопробега на монументе Вечного огня, со словами благодарности и в память об ушедших выступили почетные гости – представители городских организаций, объединяющих ветеранов и участников военных действий. Также представители организации ветераны десантных войск спецназа Республики Башкортостан выразили признательность всем присутствующим за встречу и сохранение традиций. Мы бежали без слов и в грязи утопали, только зная о том, что приказ есть приказ. Мы тельняшки свои на ходу выжимали, только помня о том, что где-то помнят о нас. Но бывали минуты, наши силы кончались. На траву нам хотелось упасть и не встать. Голубые береты нам силы давали, а десантная гордость заставляла вставать. Представители организации ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан, кроме участия в автопробеге, ежегодно проводят активную работу с детьми. Выступают в детских лагерях и делают все возможное, чтобы подрастающее поколение помнило тех, кому обязано будущим. Надо ребят не забывать вспоминать. Мы это делаем хотя бы раз в год стараемся. Ну и говорим, чтобы другие помнили. Также молодежь воспитываем, чтобы на нашем примере они понимали, что действительно нельзя об этом забывать. Кто забывает свою историю, то у того нет будущего. В завершении мероприятия все присутствующие почтили память причастных к трагическим событиям прошлого минуты молчания. А после состоялась традиционная церемония возложения цветов к монументу Вечного огня. Субтитры создавал DimaTorzok